Привет, меня зовут Ник. Я не был в Украине за один год, три месяца. И, во время того, что я знал, что я не смогу уничтожить страну из-за войны, я решила вернуться, чтобы помогать волонтерскую группу здесь. И теперь я спрашиваю, почему люди еще живут в Украине, во время войны, почему они не уничтожили страну. И если они думают, что это безопасно жить здесь, давайте посмотрим. Почему вы сейчас в Украине, несмотря на войну? Ага, были опции выехать. Нет, на самом деле я помню, первые дни я вывез свою дружину уже когда-то. И сказал, что я никуда не поеду. Потому что, во-первых, все думали, что это максимум 2-3 недели. И, во-вторых, мне как человеку не хотелось как-то текать. Это как-то недостойно. Почему вы остались в Украине, не доверяясь на то, что сейчас война? Ну, это очень сложное вопрос, потому что я, по-маронароджению россиянка, у меня с первых дней войны появилось чувство соромы, чувство соромы. За мою, как бы, майже сказать... Вашу Украину. Мою Украину, да. Тому я осталась, я волонтер. Это очень классно. Спасибо. Великое вам. Поэтому я прошу пробачивания у всех украинцев за то, что творит моя родина. Ну, может, нельзя так сказать, но нам больше нужно таких россиян, как вы. Как вы. А вы считаете, что здесь безопасно сейчас жить? Ну, в Киеве тут, да. Спасибо. Америки тут, да. Спасибо. В Киеве, ты в селе ППО наш? Да, да. Вже ж вперед. Тому я тут. Ну, вы потрапили, напевно, на не ту людину, потому что я 7 лет уже живу в Німеччине. Ага. И сейчас, наобаки, планую переезд в Украину. Вау. Круто. Почему так? Потому что я чувствую, что я делаю недостаточно. Ага. И я думаю, что я могу больше тут допомогти, чем я сейчас могу с Німеччины. А скажите, вы считаете, что сейчас безопасно в Украине жить? Нет. Ну, не может быть безопасно в Украине, где война. Ну, это невозможно. Без разницы идете. Чи в Луцьку, чи в Киеве, чи в Харкове. Это, как бы, без разницы. Николи не знаешь, куди прилететь? Не знаю. Я сегодня стояла так же. Я приехала из Луцька сегодня врань. И я стояла больше часов в укрытии на вокзале, потому что тревога. И ты только читаешь постельно новини и думаешь ППО. ППО. Так, это правда. И они молодцы. Они наши ангели. Ты чувствуешь, что это безопасно в Украине сейчас жить в Украине? Да. Да? Да. Нет проблем. Нет проблем. Да. Да. Нет проблем. 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 Да. Нет проблем. 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 Тому остаемся здесь. Скажите, почему вы остались в Украине,мотря на то, что сейчас сейчас война? Если честно, я просто чувствую, что я нужна здесь. Там, где родился, там и пригодился. Может так и быть. Хотя я пока уже никто. Но есть чувство, что я нужна прямо здесь. Так. Яわかんな. Вы считаете, что сейчас здесь безопасно для людей? Нет, я не считаю, что это безопасно. Но я чувствую себя в безопасности. Я просто верующая людина. Вы думаете, что за кордоном вы бы не так себя чувствовали? Я была за кордоном. Я выезжала за кордон в первые месяцы войны с братом и сестрой молодшим. Я прожила в Стамбуле полгода. Я скажу, что за кордоном ты чувствуешь себя тимчасовым. И явно не больше необходимым, чем на своей родной земле. Почему вы не покидаете страну, не дивлячись на то, что сейчас война? Я нашла тут работу. Я сама херсонка. Я долго шукала работу. З Херсону выехала давно. Знайшла работу в Киеве. Я плачу податки. Я доначу. Я хочу скорейшего мира. Перемоги наші? Перемоги. Так. Перемоги, потім миру. Чи вважаете ви, что у нас безпечно жити зараз в Киеве, в країні взагалі? У нас немає безпечних мест. Мы каждого дня. Звісно, десь у нас щось падает. Так что немає у нас безпечних мест. Скажите, чому ви залишаетесь в країні, не дивлячись на то, что сейчас война? Любимой нашу країну. Хочем тут залишатись, працювати, развиватися, поддерживать экономику нашу. Так. Народжувати дітей, працювати. Ну, я люблю свою країну. Я нікуди не хочу. Це класно. Чи безпечно тут? Ні. Не дуже. Але ви знаєте, ми як торгани. Ну, ми до всього вже звикли. Тому, навіть, якщо небезпечно, будемо тут. Скільки вам років? 19. 19. Скажіть, чому ви залишаетесь в Україні, независимо на то, что сейчас война тут? 20. Ну, по-перше, я люблю свою країну. Я подружжував перед війною, дуже багато побачив різних менталітетів, різних культур. І для мене Україна, ну, вона рідна. Хоча не сказав би, що мене тут щось тримає, але, як можна сказати, що саме основне, це, наприклад, менталітет. Да, він мене тримає в країні. 20. Чи вважаєте ви, що тут безпечно? 21. Ну, на даний момент це дуже таке питання різке, тому що кожен день небезпека, але ми всі ховаємося, ми всі вже привикли до цього. Якщо чесно, вже тривога не так лякає. Тому я вважаю, що безпечно. 21. Якщо б у вас була зараз можливість виїхати за кордон, заробляти там більше грошей, ви би виїхали? 21. Ні, я не виїхав би, тому що я і так непогані гроші заробляю тут. 22. Fair enough. 22. Чому ви залишаєтесь в Україні, незважаючи на те, що зараз війна? 22. Я залишаюся в Україні, тому що в мене тут батьки, в мене тут друзі, друга половинка, ну і, в принципі, все життя. 23. Ви відчуваєте небезпеку зараз? 23. Ну, інколи, коли сильні обстріли, то так. А так, в принципі, ну, як ви можете бачити, що люди гуляють, люди вже звикли і людям, в принципі, ок. 24. Тобто ви можете нормальне життя жити зараз в Україні? 23. Ну, частково, якщо не враховувати нічні обстріли, то так. 24. Дотримуєтесь правил безпеки? 24. Не зовсім. За час, ну, останні там півроку я ні разу не спускалася в бомбосховище, в укриття. Так, так, так. Дякую, дякую. Дякую.